Здравствуйте, дорогие мои друзья, все мои подписчики и те, кто просто смотрит мое видео. В общем, вот моя еще одна очередная новиночка. Это вот, это вот куколка, как вы видите, это куколка Кэйв Клаб, новый персонаж, зовут ее Бэшли. Вот. Ее купила, я не только ее, я еще купила Барби последнюю экстра с голубыми волосами. Наконец-то их всех собрала, буду снимать после нее обзор, вот, как бы. Вот, ну, решила я, да, в среду снять обзор сейчас, ой, в среду, в субботу снять обзор сейчас, потому, ну, прям в мамин день рождения, ну, потому что все гости приедут в 6 часов, о чем не до 6 тут, чтобы завтра как раз и по фото, тихое время не тратить на обзор, вот. И, как бы, решила поэтому сегодня снять. Ну, какие там гости там, то наша родня и все, бабушка, да, сестра с мужем здесь не все, ну, и мы тоже, я, мама, папа, все. Ну, и вот, в общем, пришла я в среду на работу, вот. Но расскажу сейчас про освобождение места. Я все время же говорю на видео, что у меня места мало, и куда их покупать столько. У меня шкаф не резиновый, да, на многих обзорах я это говорила. Теперь я шкаф освободила, и у меня там, ну, так освободилось приличненько место, то есть хватит теперь кукол поставить. Ну, я все равно не всех же прям покупаю, вот. И я освободила так, то есть собрала все подставки у кукол, кроме парочек, и убрала их все, то есть пакет свалила, вообще у всех там такая гора подставок, что, не знаю, штук, наверное, 50-х или больше, может. В общем, убрала все подставки и ставлю просто куклу вот так друг за другом. Здесь кукла, вот тут кукла, сзади, и вот так вот пошли куклы. То есть у меня они не пачкаются, ничего с ними не случается, то есть так освободилось очень много места. Давно бы так убрала бы я их всех. Видите, здесь ножки маленькие, да, и у всех кукол тоже они небольшие, все куклы сами, они друг за другом вот так стоят, и все нормально. А вот подставка вот так вот на много больше, вот здесь место кто-то занимает, из-за этого места нет. Поэтому как бы я убрала все подставки с кукол. И они мне теперь как бы и не нужны. Это то, что говорю даже на обзоре, что ой, вот подставки, это жаль, да. Ну вот у Экстер, да, с такую цену могли бы подставки за 3 тысячи. Они в 3 тысячи делают. И могли бы сделать подставки им. Вот. И, в общем, значит, о том, вот то, что, да, в среду, вот, прихожу я на работу, в общем, и смотрю это, и включаю, да, закладки мои на Барби, потому что она у меня была в списке первой. Смотрю, опа, на вместо 3 тысяч, 1799, ну, 1800. Думаю, вот такую цену я как раз зарплату уже, ну, почти забирала. Ну, взяла на 2 дня раньше, подумаешь. То, что мне срочно нужны были. И сделала сразу, и заказать в магазине, забрать. Вот. И мне оформили, да, заказ. То есть, обошли, я думала, ну, ладно, потом куплю. Как бы тысячи нет у меня. Ну, у меня там 2,5 оставалось, хотела еще себе купить. Ой, себе оставить. Вот. И думаю, ну, у меня же камеры, да, все это стоит. Я же вам рассказывала, что мне теперь, ну, на обзоре экстра с разноцветными косами Барби, что теперь, типа, не поехать. Так как я вот ездила, покупала Rainbow High Sunny Madison, быстро купила, и назад. И, кстати, двух Cave Club последних ролей, и Эмберли я также покупала, ездила. Это я впервые так ездила. Потому что туда 40 минут отсутствия на работе. Это туда 20, до магазина, и обратно 20 минут. Ну, 40 минут, это что, не так уж и много. Вот. Тем более, по будням там вообще народу нет. Иногда сижу, у меня 3 покупки. Вот вчера 3 покупки было, на 400 рублей. Ну, это разве, блин, торговля? Ну, людям вообще ничего не надо. Животное купит. А, ну и пускай чешется с блохами. Кошка-кота хочет. Ну и пускай. Да, вот люди так мне говорят. О, как дорого, блин, стоит. Легче прибить. Вот. Вот такие вот люди бывают. Да, зачем это завели кошку, раз ее легче прибить? Или кота, собачку, там, другого животного. Зачем они заводят, если им жалко покупать? Я вот все коту покупала. Ну, вот он умер, да, у меня. Я на обзоре кровати вот рассказывала. Ну, очень жалко, что нет моего сыночка со мной. Ну, пока заводить другого я не хочу, потому что, ну, надо привыкнуть пока. Без него, да, и денег нет пока. Вот. Потому что, если я зверушку заведу, да, кота, я все только для него. В первую очередь. Потому что он не может пойти купить себе. Ну, вот такие вот люди, да. И, как бы, думаю, ну, что там, нет никого. И думаю, ладно, надеюсь, меня не заметят по камерам, потому что у меня сестра, как бы, они спят с мужем постоянно. С утра, что там, 10 часов, 11. Они наверняка, и... Она же наверняка не сидит пристально в телефон, да, и по камере меня там смотрит. Я всегда, да, пунктуально все прихожусь на работу, хожу вовремя, прихожу вовремя. Простите за кашель, я только что раскашелась недавно. Уже третий раз переснимаю обзор. Ну, и, в общем, думаю, ладно, поеду за барби, потому что до вечера мне уже оформили заказ. Все до вечера ждать я не смогу, до 7, тем более я скрываю, что кукол покупаю. А если я после работы в 7 поеду и буду отсутствовать, как тогда, вот, стоим, я не предупреждала, меня мама потеряла, пришлось сказать, что я за куклой ездила, у меня опять норали на меня, вот. И думаю, ладно, быстренько съезжу. Ну, как-то и вечером неудобно, в 7 часов ехать, блин, морозяка у нас. У нас до сих пор морозяка, да, такой ветер, только вот как раз 1 мая должно быть тепло, вот. А пока мороз, да, 25, где-то 20-25 градусов. И ветер очень сильный, вот, и очень холодно. Вот. Ну, и, в общем, поехала, да, закрыла магазин, поехала. Еду как раз-таки, думаю, ну, а что, 1000 всего стоит, почему бы Бэшлету не купить? Ну, и ладно, думаю, все решено, хоть бы она там была, хоть бы, думаю, была. Приехала, да, взяла Барби, посмотрела в корзине, глаза нормальные, но решила посмотреть на витрине еще. Там было всего их две. И думаю, да, у нее как-то вот эти кудри вот сюда на глаз были сделаны, у той Барби голубой. С голубыми волосами. И как-то не посмотреть. Глаз даже, ну, я посмотрела, у моей нормальные глаза, хорошие. Думаю, ну, ладно, возьму ту, что положили. И подошла к витрине, к Эв Клаб. Я взяла вот эту там ее, ее три было, и взяла ее, выбрала, да, чтобы, потому что у нее бывают здесь выемки, они выше вот так напечатаны, выемок. Я помню, Рора Лея именно искала, так, и Фернесу. Остальные нормальные были. И главное теперь в мультике так, типа, что, чтобы, главное, да, в мультике так же делают, типа, что, типа, видите, вот, да, что у них глаза такие, типа, потому что так и было, типа, так же и в мультике, да. Нет, это они делают, да, так вот, это брак, и у меня так у двух Голиоп выше глаза напечатаны, выемок вот этих вот, печать. Это брак, это не так было, так же в мультике, ведь они просто и в мультике брак делают. Вот, ну, и, в общем, купила двоих, да, теперь очень рада, потому что мне осталось купить теперь только Ракель новую. Я решила ее купить именно новую, здесь с хвостиками, вот, и с маленьким динозавром, потому что большое, во-первых, здорово. Дорого стоит, да, он там классный, но она дорогая, все равно, даже если по скидке. Тем более денег у меня нет, это ждать только после пятнадцатого зарплату. Ну, и новые Барби, да, БМР с пучками, вот здесь сиреневыми на телепетит, вот их двоих очень сильно хочу, вот Ракель, да, новую, и вот у Барби. Пока мне не захотелось, вот двое остались, а остальные уже инки антимулсы. Ну, их столько выпустили, что там, блин, купить не пьет, купить, тысяч пять надо на них, вот. Ну, и я буду покупать, надеюсь, как-нибудь куплю. Вот, надеюсь, новых там крутых кукол, пока не будут выпускать, пока у меня денег не появится на кукол именно еще. Вот. Ну, будем ждать, да, Ракель, Ракель, что-то не привезли новую. Пижамных привезли, да, Ракель, кстати, с динозавром есть, две штуки там, где я вот эту покупала и Барби. Ну, она дорогая, как я сказала уже, и я сделаю так, если я накоплю, да, денег, получу зарплату до 15 марта, если не привезут новую Ракель, тогда куплю с большим динозавром. Ну, куда ничего вмещу, потому что Ракель, 100% я куплю Ракель. Хотелось бы, да, новую. Мне понравились хвостики вот эти вот, и маленький динозаврик понравился. Вот. Ну, вот это вот, да, вот, давайте начнем обзор все-таки, вот. Кстати, я, когда их купила, да, приехала, и меня никто не засек, то есть, слава богу, а то я еду, переживаю, блин, лишь бы не увидели по камере, что у меня долго нет, думаю, сочинять, что бы сказать. В магазине была, думаю, потом в аптеку заходила, в том лад, думаю, еще, скажу, заходила еще куда-нибудь. Вот. Ну, в общем, все хорошо получилось. Вот. В общем, вот такая вот расчесочка. С ней была розового нежного цвета. Это у нас косточка, перемотана нитками. Здесь такой гребень. Ну, если честно, она нафига нужна, тут такая копна, что ей это не расчешешь даже. Вот так только если, да, то есть, раздвинуть, но это руками можно. Вот. Ну, по сути, она есть и есть, да. Ну, вообще, мне расчески как бы не нужны. Это для меня не нужный аксессуар. Вот такой вот динозаврик с ней был. Ну, это динозаврик-птица доисторическая, не знаю, как ее называть, для меня это просто птица. Вот. Вот. Имя его было по-английски написано, да. Но я нашла, как по-русски переводится, Снейер, Снейер, не знаю, короче. Не умею читать по-английски, но я нашла, записала в тетрадку, как оно читается. Вот она сама. Вэшли. 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 Вэшли, кстати, ее называют Башли. Я думала, действительно, Башли. Я-то и со своими именами оставляю. А потом она написала, типа, когда я распечатала пост в группе у себя ВКонтакте, и она написала, типа, я ее все еще Башли называю. А я еще думаю, странно, она разве не Башли? Я зашла в детский мир, смотрю, написано Башли. Тьфу, странно, блин, ну вообще. Я тоже, как Фроди, я же ее, ее Фроди вроде первый раз увидела, что она выложила в своей группе, когда этот промо-фото видела. Я думала, ну Башли, Башли, значит, ой, Башли, Башли. А я-то составляю с самыми именами, поэтому я ее так и назвала Башли, а не Башли, потому что Башли для меня звучит лучше. Ну, Башли, как Башня звучит реально. Вот. И поэтому я ее именно с буквой М, а не А, там оставила. Вот. Вот такой вот динозаврик-птица, да, здесь у нее такой хохолок, крутится только голова, а Фроди говорит, у нее еще и ноги должны шевелиться, но у меня не шевелятся, видите, то есть, вон, я со всей силы, то есть, их прямо туда-сюда, вон, они слиплись, и это не шевелится, даже если у них вот здесь есть пролить, да, типа, должны они шевелиться. Нет, они не шевелятся, они у меня запаяны, прям, все. А у Фроди, она даже вытащила их оттуда, мне кажется, она вообще их дернула и сломала. Вот. У меня они ни туда, ни сюда, они не двигаются вообще, то есть. Вот он такой розовенький этот птица-динозавр, с клювиком зелененьким, есть такой хохолок у него, темный, очень темный, сиреневый. А сам он нежно-розовый такой. Вот, значит, о самой куколке, у нее вот, да, еще, вот, аксессуар есть, это гитарка, она вот здесь вот снимается на розовой такой клееночке, да, вот, и вот здесь тоже отсоединять можно, чтобы одеть, потому что через такую копну волосу голову так не проденешь, тем более, здесь маленькая, она не даст, у нее голова больше, и через ноги. Это одевать только на шее, вот здесь вот снимать. Вот, значит, вот такая вот гитарка сиденькая, с клавишами, звездочка, и видите, здесь есть задняя стенка, а вот у звезды нет. Ну, могли бы и здесь сделать, я вот такие вот дыры не люблю, как у косточки тоже вот тут. Сложные, ладно, там у этой расчески она не нужна, но вот здесь могли бы и доделать. Вот, и самое, что еще тоже порадовало, это вот эта вот палка выдвигается. Вот, можно сделать больше, можно сделать меньше. Вот, классно, да, то есть придумано. Гитарка такая прикольная, маленькая, компактная, и очень мне понравилось. Здесь вот у нее тоже клавиши, как у пианино. Вот, вот такая классненькая штучка. Ну, и о самой куколке, да, вот шарнир у нее есть, здесь палец немножко загнутый, но это мы сейчас исправим, она вот уже вот так вот была, в коробке, и здесь вот у нее, то есть это все загнулось от пластмассы, вот. Он должен быть, видите, вот так вот отогнутый. Ну, сейчас кипяток бросим, окунем, и все нормально будет. Вот. Вот такая копна волос, то есть у нее, мне, если честно, не очень понравилось, потому что я не знаю, как это уложить. Тут чебурашка вообще прям сильная, очень сильные кудри прям, что даже не взять он. Я вот так пыталась руками сделать, чтобы уложить, но они возвращаются назад. Сиреневые волосы, очень светлые такие вот, кудряшки вообще классные, что не мыть ничего, это точно не буду, потому что это и не надо мыть здесь. Они не залачены, и все прям классно. Вот они в хвост большой один сделаны, вот резиночка здесь, прядь одна идет розовая, вот она она, кудрявенькая, здесь вот она у основания лба тоже вот, и добавлено сюда в хвост. И здесь у нее еще вот как сделаны, прическа, то есть у нее еще здесь маленький хвостик, резиночка, и добавлен тоже в общий хвост. Вот сюда. И здесь еще прядь вот такая часть волос свисает, тоже очень большая, могли бы поменьше сделать. Смотрите, то есть сколько кудрей, она на лицо падает и не очень как-то, но если вот так вот сделать, да, вроде бы нормальненько. То есть вот. Вообще я хотела за корону вот сюда куда-нибудь заправить, но вроде как нормальненько. То есть глаза видны. Вот так как-то сделать ее, вот. И вроде бы как нормально. То есть так пускай опущено будет. Вот. Здесь тоже прядь небольшая розовая, вот. Ее тоже едва видно, потому что она очень светлая, такая нежно-розовая. Вот она идет вот здесь, тоже добавлена в кудре. На голове одет ободок серый с молниями, потому что она такая, да, рокерская девочка, я считаю, что потому что, ну, она как у нее, вон, гитара, все, то есть. И у нее вот с молниями они. Ободок с такими коричневыми. И косточка посередине замотанная тоже нитками, вот. И она желтого цвета, такого яркого. Хорошо хоть косточку раскрасить, а не все серый. Лицо тоже у нее, он в раскрасе, то есть у нее идет под глазами на переносицу вот такая линия. Тоже как косточки цветом, такая, как бы зеленовато-салатовая, не знаю. Вот. И молния на глазу вот здесь вот, на брови и под глазом. Вот она как молния идет. Так же, как у эверяшек Лиззи Хартс сердце на одну глазу. И у Кортли Джестер ромбик. Но меня это не пугает, этот раскрас вот под глазами, типа молнии, это вообще классно выглядит, круто и прикольно. Все-таки пещерный век, пещерные девочки, они красили как могли себе. Вот. И губки вот такие вот сиреневенькие, тоже под волосы красивые. Здесь у нее бантик одет. Ушки тоже, кстати, топорщицы, можно таки сказать, как у этих куколок сюрпризов Хэйдорблс. Вот. И вот он бантик, как розочка такая, видите, то есть небольшая. Он пришит там к платью у нее на одном рукаве. Здесь у нее одет такой аксессуарчик, как бусики. Он закреплен резиночкой. Такая вот, как цветочек-звездочка. И три молнии тоже вот такие вот, снизу, как у ободка тоже вот. Значит, здесь у нее идет платьюшка на одной лямочке, вот оно, с липучкой. И пояс пришит, он пришит вот здесь, да, то есть он отделяет вверх от низа. Платьица у нее идет, как такое переливающееся, прям классное вообще платье. То есть мне все цвета понравились. Хотя мне все они нравятся. Кто-то считает их там раскрашенными сильно, как клоуны. Много цветов намешано, да, остальные. И там вот тела, там фернеса, да, вот эти все. Мне нет, мне все понравились. Я всех считаю классными, и ничего у них такого нету там. И цветов намешанных, и для меня они все красивые. Вот такое в платье, да, оно переливается. Все вот там вот под этими черными пятнами, такой как радужина идет. А на самом деле выглядит как белое практически. То есть оно вообще переливается. Вот оно все в черных пятнах тоже, как леопардовое, как будто. Вот. Даже, можно так сказать, снежного барса. Потому что снежный барс именно идет белый, с черными пятнами. Вот. Юбочка такая вот, да, как будто она рваная, видите. То есть у нее вот здесь вот такие вот разрезики снизу. И есть подолгу этого платья. То есть у нее синенькая еще сеточка вот под платьем нашита. Тоже рваненькая, как вы здесь видите. То есть разрезики всякие. И вот так вот она. То есть немножко здесь даже торчит. Значит, на ногах одеты, как всегда, тоже. Не знаю, как вообще это до сих пор обозвать. То ли это обувь, то ли это не обувь. Но вообще я считаю это обувью, потому что, ну, древние люди так на такую обувь носили, без самой подошвы. Так же, как они напоминают всех Флинстоунов, фильм Флинстоуны, да. Вот. Они тоже же бегали, даже машина у них была без мотора. И снизу прорезь, и они вот так ногами перебирали. И типа, и так машина ездила. То есть сами бежали ногами. Вот. И у них тоже, между прочим, не было обувью у Флинстоунов. Они так босиком ходили. Вот. Ну, так же, как и семейка Крутц. Они тоже босиком ходили. Мне тоже напоминает семейку Крутц. Особенно, да, вторая часть прикольная тоже вышла. Вот. Ладно, мне говорят, что это обувь. Вот такая вот, значит, обувь у них розовая. У нее, точнее, у Бэшли розовая нежная обувь. Так же, как вот эти прядки. Тоже нежно розовые. И вот здесь шипы по бокам сделаны. И они как бы сделаны тоже в виде тоже молнии. Вот здесь вот, например, спереди. Вот, да. А вот здесь вот небольшой нашив у нее идет. Как меха, как будто. И тоже шипы вот здесь вот. Сверху вот они. Вот. Но они не крутятся вроде как у Слейта. Вот. То есть нормальненько. Это бывает так перекрутится. И на фото вот так вот. Вроде здесь нормально. Здесь резинка не надо перематывать. Но вот у Слейта вообще даже резинка не помогла. Вот здесь вот. Они все равно вот так вот худеном ходят. То так встанут, то вообще вот так. То есть у Слейта даже вообще резинка не помогает. Они все равно какие-то большие сделали. Ну и крутятся прям. Ну и ножка вот босикомская. То есть вот так вот. Такая вот ножка. Но я им ничего делать не буду. Вроде шарнир хорошие. Не болтаются. То есть обувь я не собираюсь им никакой придумать. Тут я не умею это все не делать. Они у меня так все ходят. Ну в общем вот такая вот куколка у меня новенькая. Так вот сделала паузу, одела ей вот эту вот. Вот она вот такая вот. Куколка у меня новенькая появилась из Cave Club. Это у нас куколка Бэшли. И вот ее питомец. Так что, я не знаю, следующая, наверное, будет Ракель. Если Барби не появится-то. Вот она такая классненькая, красивенькая девочка. Продолжение следует...